Здравствуйте, друзья! Сегодня займемся проводами, медными проводами. Нужно уже, наконец, пополнить запасы меди немного посерьезнее, нежели всякий мусор разбирать. На самом-то деле, это тоже мусор. Нет у меня тут никаких-то кабельных трасс, мощных бухт скрученных. Это самый настоящий тот же мусор, собранный за прошлый сезон. Целый мешок набил, и коробка трещит по швам. Рекордным выдался сезон по сбору такого хлама. Может, кто-то и не собирает такие мелочи, но я лично, катаясь где-нибудь на велике, проводя разведку на местности, или копая металлолом, такое подбираю и бросаю в общую кучу. Не брезгую таким материалом. Отсюда и собирается такой вот объем постепенно по проводку, по несколько проводков. Бывает, получше какие-нибудь провода попадаются. Весной, как правило, я это все перевожу в уже готовую продукцию к сдаче. Обжигаю, разбираю, зачищаю. Куча нормальной такая собралась. Из нее я что-то почищу вручную. Хорошие провода, которые легко зачищаются. Всякий навоз просто обожгу. Но перед этим надо сделать обязательно сортировку. В нее входит срезка латунных клемм. На некоторых концах висят клеммы. Также тонкие проводки отложить к тонким. Добротные средние в другую кучу. Чтобы тонкие среди всей этой кучи просто-напросто не сгорели. Сейчас взвешу весь объем. На выходе посмотрим, сколько получится готовой меди. Ролик я затягивать на 20 минут не буду. Каждый год одно и то же. Кому это интересно смотреть, как я чищу, обжигаю. Взвешиваем. Положил все, друзья, на весы. Получается 20,5 килограмм. Ну, полкило. Тут вот где-то коробка вот эта вот весит. Уберем 500 грамм. Выходит чистыми 20 килограмм. Кантером я решил не взвешивать. У меня просто рядом здесь находились вот такие весы. Думаю, разница будет в погрешности небольшая, чем на электронных. 20 килограмм вот такого вот материала на переработку. Сейчас я буду все это поочередно вытряхивать. Сперва коробку или мешок, или мешок, затем коробку. Буду срезать клеммочки, а также сортировать. Продолжение следует... Сегодня погода очень ветреная. Я тут уже все пересортировал. Даже обжег вот этот чан. Он у меня был. Блин, ветрище такое. Вообще ничего не поснимаешь сегодня. Небольшой промежуточный итог. Я вот обжег полный чан. Все рассортировал. Здесь у меня была вот эта вот полностью забита проводами. Емкость даже с горкой. Вот я все обжег. Здесь были такие толстые, средние провода. В общем, вот это я все обжег. Осталось только обстучать это все дело. Также такая коробка получилась с мелкими всякими проводами. Вообще с волосками, можно сказать. Кое-чего я себе и оставил. Это всякие такие длинные провода. Может на удлинитель пойдут. Вроде они не пробитые, ничего. Ну, вытянуть в мусорку, то есть обжечь никогда не поздно. Там вон вилку оставил одну от компьютера. Хорошую, целую. Ну и такие вот провода. Может куда-то на удлинитель или еще куда-то пойдут. Остальное все опалил. Сейчас буду отбивать это все от шлака. Вот такой вот результат получился с одной кастрюльки. Ничего побить здесь не удалось, так как консистенция такая, как грязь липкая. Пришлось ее в ведре вот немного искупать. И все хорошо почистилось, отмылось. Эту медь я обжигал без кастрюли. Здесь вообще почти все чистое. Работы минимум. Работы минимум. Вдобавок к сегодняшним проводам давайте еще вскроем вот такой вот сюрприз-бокс серого цвета LG. Такой вот зомбоящий кто-то притаранил к мусорным бакам. Я его обнаружил и притащил к себе домой. Чтобы он у меня тут не валялся и места не занимал, сразу его сейчас просто распотрошим. Остальное, весь пластик, все нафиг, обратно поедет в мусорные баки. Нечего его хранить. Производитель России Калининград. В Калининграде собирали на каком-то заводе LG. Ну что, давайте вскрываем. Такой вот телевизер, медяшка, все стоит на месте. Колонки, все в сборе. Две петли, две петли размагничивания. Петли алюминиевые. Туфта полнейшая. Ну хотя бы вот отсюда будут кое-какие граммы. Сегодня вновь как нужно записывать видео. Ветреная погода. Но итоги подводить надо. Это вся медь, которая получилась с телевизора. Ее вес составляет 242 грамма. К тому же поспела медь, которая совсем была тоненькая. Где-то попадали совсем волоски. В общем, все благополучно обожглось. Даже можно сказать без потерь. Здесь вот попадаются и такие средние. Ну а вот это я уже вам показывал. Это весь такой крупняк, середняк. Какие-то вот даже сюда попали. Вот такой вот чан у меня получился. С вообще можно сказать всяких отбросов. Вот таких вот тонюсеньких. Сейчас я просто соединю все сюда. Да, вот получилась уже готовая партия на сдачу. Это ручная работа. Когда еще лежал снег, я занимался дома. Почистил в основном кабеля антенные. Так как боялся, что некоторая оплетка может тупо сгореть. Здесь вот оплетка. Она совсем не кудышная. Я не стал ничего обжигать. Никакую луженую медь. Будет так и луженая. Несколько рублей там ничего не решает, что луженка дешевле, чем вот такая красная. Мне без разницы. Главное живая, а не всякая пыль, которая будет после обжига. Также была очищена медь, которая чистится на ура. Вот такие вот толстожильные провода, монолитные. Чистить одно удовольствие. Ну и вот такого вот рода сечения. Все было зачищено. Остальное я просто опалил. Такое вот количество всяких клеммочек удалось насрезать. И еще всякая барахлишка подвалила, которая валялась также в коробках. Вот с этими проводами я пообрезал всякие вилки. И чего тут только нет. Вот удлинители можно еще разобрать. В общем, это все остается на зиму. Сейчас этим заниматься уже некогда. Время ушло. Теперь только до зимы. Здесь еще можно поснимать латунь. Опять мелочевку буду разбирать. Это все убираем. И давайте все-таки уже взвесим. Посмотрим на сегодняшний результат. 532 грамма. 773 грамма. И ради интереса взвесил все вместе. Получилось 1,5 килограмма вот такого вот начищенного добра. Лужонку я не взвешиваю. Смотрите, что будет. Ну, я узнаю. Сейчас проверяем. Подписывайтесь на данный момент. Сейчас можно было произведения. Этим. Вес вышел на 7,640. Такой вот получился окончательный результат по сегодняшней проделанной работе. 8-8,5 кг было бы спокойно, так как я еще, если вы помните, отложил провода, которые мне могут понадобиться. Там неплохие удлинители, такие жирные. Теперь проведем небольшой подсчет с ценой, более-менее оптимальный для сдачи всего этого на металлоприемку. Я взял цену 700 рублей, получается на 5000, грубо говоря, на 5350 рублей. 5000, я думаю, как и многие другие, на дороге просто не валяются. Тем более, вот это вот все пойдет, как вторсырье, на дальнейшую переработку. И из этого получится еще что-то годное, и оно будет служить. Ну, а мы получим какую-никакую, но денежку в карман. 7,5 кг добавляются в копилку. Кто там собирает 100 кг меди? Цели такой не ставлю, мало ли вдруг придется все сдать. Пока не сдаю, все лежит. Но мотивации есть. По прогнозам, по слухам, медь будет расти в цене, должна по крайней мере. Хотя из-за ограничений на экспорт внутри страны резких скачков вверх в ближайшее время, я думаю, ждать не стоит. Я не эксперт, конечно, поживем увидим. Если вам нравится такого вида ролики, поставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Смотрит очень много народу, приходят вновь каждый раз и не подписываются. Что сложного нажать кнопку подписаться? Удивляют комментарии потом. Смотрю тебя очень давно, только подписался. Канал также дублируется в дзен, кому удобно, оставляйте подписочки и там. До новых встреч, друзья. На днях снова с вами увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok